Минувшая неделя принесла не только отмену пропускного режима и снятие основных коронавирусных ограничений в Москве, но и оживление автомобильной жизни в целом, ведь новинки из запасников достали не только премиальные, но и массовые бренды. Renault рассекретила полный прайс-лист обновленного Captura. Skoda показала первое изображение вседорожной Octavio Scout, а в России вернула флагманскому Супербу базовый двигатель. Toyota обновила пару родственных рамников – пикап Hilux и внедорожник Fortuner. Volkswagen наконец-то объявил российские цены на лифтбек Arteon, а новый седан Kia K5 придет на смену Optima уже нынешним летом. Компания Renault опубликовала полный прайс-лист на обновленный кроссовер Captur. Автомобиль предлагается в четырех комплектациях по цене от 1 миллиона 20 тысяч рублей. Также пока еще доступна приветственная версия Edition One. Внешне обновленные Renault Captur выдают разве что обилие хрома на радиаторной решетке, светодиодные повторители поворотов на боковых зеркалах, свежий дизайн колесных дисков и новые цветовые решения, которых, кстати сказать, стало в два раза больше. Но куда интереснее изменения, которые произошли в салоне этого кроссовера. Переделана центральная консоль, добавлена регулировка руля по вылету и выдвижной подлокотник. Кроме того, в салоне появилась фоновая подсветка, а на центральном тоннеле пара подстаканников и кнопки управления обогревом передних кресел. Обращает на себя внимание и 8-дюймовый экран новой медиасистемы Изи-Линк, которая поддерживает как Apple CarPlay, так и Android Auto. Двухлитровый атмосферный двигатель и четырехступенчатый автомат уступили место турбомотору 1.3 и вариатору. Такой силовой агрегат уже год использует родственный кроссовер Renault Arkana. Помимо нового турбомотора в гамме оставлен базовый атмосферник 1.6, коробки передач, вариатор или пятиступенчатая механика, привод передний или полный. Помимо нового силового агрегата, новое поколение модульной платформы также расширяет значительно функционал автомобиля. Например, у нас появилась абсолютно новая система бесключевого доступа. Также некоторые системы помощи водителя были раньше недоступны. Сейчас, благодаря новому поколению платформы, они доступны. Это мониторинг слепых зон. Это гораздо больший функционал по части подогревов. Теперь в Каптюре обогреваются все кресла, руль и форсунки омывателя. Из прочих новых опций — два USB-разъёма для пассажиров задних сидений, аудиоцентр Bose и система кругового обзора. Флагманский Skoda Superb стал доступнее. В каталоге модели появился вариант со 150-сильным турбомотором и преселективным роботом. С этим агрегатом и кузовом Liftback возможны все четыре комплектации. Кроме того, ассортимент Superb'ов расширился благодаря исполнению Sportline. Его отличает чёрный декор кузова, а также драйверские акценты внутри салона. Так, Sportline имеет оригинальное рулевое колесо, псевдокарбоновые вставки плюс фирменные накладки на педалях и порогах. В список оснащения изначально включены матричные фары, двухзонный климат-контроль, селектор режимов движения и многое другое. На выбор заявлены моторы отдачей 150 и 190 сил. Но вскоре должен появиться агрегат мощностью 280 сил, с которым состыкована система полного привода. В семье новой Октавии продолжаются прибавления. Теперь миру представлена вседорожная версия Scout. Это по-прежнему универсал с увеличенным дорожным просветом, с защитным обвесом кузова и усиленной защитой днища. Однако, если прежние скауты были строго полноприводными, то теперь появилось и моноприводное исполнение. Выбор модификаций традиционно широк, но интереснее других выглядит сочетание 200-сильного дизеля, 7-ступенчатого преселектива и трансмиссии 4х4. Главные приманки интерьера — это особый декор, комбинированная обивка плюс фоновая подсветка. На заказ доступны вставки, стилизованные под натуральное дерево. В Европе всё это обязательно найдёт своего покупателя. Наш рынок скауты покинули 2 года назад из-за очень вялого спроса, так что и новое поколение мы вряд ли увидим. Прошлой осенью Мини предложила для экстремальной версии John Cooper Works ещё более горячий вариант с приставкой GP. Теперь, когда весь тираж из 3 300-сильных машин распродан, британцы задумались, как утешить опоздавших. В итоге на свет появился во всех отношениях компромиссный John Cooper Works, дополненный так называемым пакетом GP. У него стандартный двухлитровый двигатель, зато фирменный обвес напоминает обводы настоящего GP-хэтчбека. Кроме того, в пакет входит серый цвет кузова, иной задний спойлер, серебристые корпуса зеркал, 18-дюймовые колёса, а также щедрый набор шильдиков. За доплату можно заказать отделку углепластиком. В этом случае из карбона будут сделаны корпус воздухозаборника, ручка багажника и другие детали. Компания BMW планирует до конца лета начать серийный выпуск электрических кроссоверов iX3. Делать паркетник будет китайский завод, наполовину принадлежащий компании Brilliance. Внешность серийной модели была рассекречена ещё весной, а ключевые технические характеристики стали известны ещё раньше. Но баварцы решили вновь напомнить об этом проекте, так как большинство конкурентов забуксовали на Ниве электрической мобильности. В пику им BMW планирует сделать всё вовремя. Марка Acura передумала уходить из сегмента среднеразмерных седанов и представила второе поколение модели TLX. Седан сохранил поперечный мотор и передний привод, однако полностью новая платформа внесла свои коррективы. Если сзади осталось многорычажка, то стойки Макферсона спереди уступили место двухрычажной подвеске. Что касается кузова, то он на 56% выполнен из высокопрочных стали и алюминия. Кузов стал жёстче наполовину, а в местах крепления подвесок и вовсе вдвое. Основным агрегатом заявлена двухлитровая турбочетвёрка, с которой состыкован 10-ступенчатый автомат. По умолчанию Acura будет переднеприводной, хотя за доплату предложат полный привод, реализованный через пару индивидуальных муфт. Эта система способна перебрасывать на задние колёса до 70% тяги. А ещё инженеры решились применить переменный рулевой механизм и электромеханический усилитель руля. С педалью тормоза он связан только проводами. В бытовом плане заявлены более просторный салон и качественные материалы. Отметим классические аналоговые приборы, а также вогнутый экран медиасистемы, с таким удобнее управляться вслепую. Базовая версия выйдет на рынок США осенью этого года. Но весной 2021-го должна случиться революция — выход версии Type-S. Это будет первый заряженный TLX за последнее десятилетие. Для него заготовлен трёхлитровый наддувный V6 и полный привод. Выпускать седаны будут на американском заводе Хонды, который и принадлежит марка Acura. Несмотря на скорый дебют, цены названы лишь предварительно. Toyota обновила седьмое поколение пикапа Hilux. Рестайлинг принёс огромную решётку радиатора, а также иные бамперы и фары. У дорогих исполнений оптика теперь полностью переведена на светодиоды. К переделке интерьера японцы подошли очень сдержанно. У простых рабочих версий салон не изменился ни капли. А вот более дорогим комплектациям перепали другая панель приборов и крупный экран медиасистем. В гамме моторов главная роль по-прежнему отведена дизелю 2.8. У него появилась новая модификация отдачи свыше 200 сил, для которой пришлось изменить систему охлаждения и добавить балансирный вал. Старые версии дизеля, а также другие моторы, включая бензиновый атмосферник, никуда не делись. Всем двигателям полагаются механические коробки передач, а шестиступенчатый автомат за доплату полагается только агрегатом на солярке. Задняя подвеска обзавелась новыми рессорами и амортизаторами. Также перекалиброваны усилители руля и система стабилизации. Даты поставок обновлённых машин пока не раскрыты. В Европе дебют состоится через месяц, а в Таиланде машины уже отгружаются дилером. Между тем, вслед за родственным пикапом Hilux обновился и рамный внедорожник Fortuner. Дизайн модели почти не изменился. Отметим новые бамперы, решётку плюс светодиодные фары. У версии подороже на диоды перешли и задние фонари. Салон пересмотрен по образцу пикапа. От него же взяты усилитель руля и перенастроенная ездовая электроника. Куда интереснее, что Toyota решилась вывести спецверсию под названием Legendary. У неё свой дизайн передка и двухцветная окраска кузова, не считая чёрного декора. В салоне двухцветная обивка эко-хожей, собственный дизайн приборов, 9-дюймовый экран медиасистемы и контурная подсветка. Список моторов у Toyota зависит от конкретного рынка. Но свежая 200-сильная версия дизеля появилась и здесь. В Таиланде и Австралии обновлённые внедорожники появятся до конца лета. Но нам, видимо, по традиции придётся ждать дольше. Российский офис Volkswagen'а наконец-то вывел на рынок флагманский лифтбэк Arteon. В Европе продажи этой модели начались ещё три года назад. Интересно, что сертифицированы две версии Arteon'ы, но более мощный вариант задержится. Цена объявлена только для лифтбэков с турбо-четвёркой мощностью 190 сил, с 7-ступенчатым преселективом и передним приводом. На выбор представлена пара комплектаций, причём обе щеголяют спортивным обвесом кузова, соответствующим декором салона и адаптивной подвеской. В базовый набор включена комбинированная обивка сидений, электропривод передних кресел, трёхзонный климат-контроль, виртуальные приборы и светодиодные фары, плюс систему бесключевого доступа. Старшая комплектация подразумевает 19-дюймовые колёса, адаптивную оптику, панорамную крышу и более продвинутую медиасистему. Марка Бентли прекратила выпуск нижневальных двигателей V8 серии L. Этот мотор был разработан больше 60 лет назад компанией Rolls-Royce. Первоначально кубатура равняла 6,1 литра, но блок цилиндров всегда был алюминиевым. В конце 60-х объём нарастили до канонического — 6,75, а впоследствии двигатель примерил впрыск, двойной турбонаддув и даже отключаемые цилиндры. После развода компаний Бентли и Rolls-Royce восьмёрка досталась именно Бентли. Британцы собирали движки вручную, причём на каждый уходило 30 часов. Последний двигатель установят на прощальную версию седана Бентли Мульсан, который тоже уходит в отставку. Сами британцы считают свой V8 рекордсменом-долгожителем, хотя его советский развесник, восьмицилиндровый мотор ZMZ, продолжает выпускаться. Ауди наконец согласилась вывести на наш рынок универсал А6 Avant. Первые поставки машин намечены на конец августа. В продажу пойдут две двухлитровые версии, бензиновая и дизельная, плюс мощный полноприводный трёхлитровый вариант на солярке. Кстати, этот же мотор теперь доступен для седанов А6 и лифтбеков А7 Sportback. Сам же универсал в России конкуренции не встретит. BMW отказалась от поставок универсалов 5-й серии, а Mercedes-Benz E-класса доступен только в приподнятой версии All-Terrain. Имя Optima навсегда исчезнет из российской гаммы Kia. Теперь среднеразмерный седан этой марки будет продаваться под индексом K5. Причина несколько неожиданного переименования в радикальной смене имиджа модели. От прежней Optima новый K5 отличается очень заметно. У него покатая крыша, сильно заваленные стойки кузова и ультра-короткая крышка багажника. При этом автомобиль стал крупнее, обзавёлся полностью светодиодной оптикой, а также множеством современных ассистентов. В частности, создатели предусмотрели функцию дистанционной парковки. Машину можно поставить в узкое место, управляя акселератором со смартфона. Общая революция вдобавок затронула салон, где главной доминантой от нанизаявленной дисплеи и панели приборов и мультимедийной системы. По сведениям из российского офиса, седан уже прошёл обязательную сертификацию. При этом для нашего рынка заготовлены две модификации. Обе с бензиновыми моторами, передним приводом и автоматическими коробками. Базовым определён двухлитровый атмосферник от прежней оптимы. Старший агрегат, напротив, совершенно новый. У него непосредственный впрыск топлива, почти 200 сил мощности и 8-ступенчатый автомат вместо 6-ступки. Новое поколение корейского седана должно появиться на российском рынке до конца лета. А к концу года гамма может расшириться за счёт горячей версии Kia K5. По предварительной информации, для неё заготовлен мощный турбомотор и система полного привода. Параллельно компания Kia Motors Россия и СНГ сообщает, что государственная программа льготного автокредитования стала доступна на новых условиях. С 1 июня 10-процентная скидка от государства на седан Rio и кросс-хэтчбэк Rio X-Line распространяется не только на участников программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Теперь льготные условия вдобавок предлагаются тем покупателям, которые попадают под действие проектов. Автомобиль государственному медицинскому персоналу и автомобиль в трейд-ин. В первом случае покупатель нового Kia должен быть работником медицинской организации государственной системы здравоохранения. Во втором, россиянину достаточно сдать дилеру по системе трейд-ин автомобиль старше 6 лет, которым он владеет больше года. Продолжение следует...